На минувших выходных в Партизанский состоялась долгожданная премьера, первый спектакль 6-го народного театра Приморского края «Любовь и голуби». Это все причина следственной связи, которая продлевает единение театра народного и театра профессионального. Проект «Народные театры» проходит при поддержке губернатора, местных властей и участие Академического театра имени Максима Горького. Популярную комедию «Любовь и голуби» сыграли артисты из народа. Так непривычное амплуа Василия Кузякина примерил на себя Виктор Кан. Было достаточно много потрачено времени, сил, эмоций. Очень такой был непростой застольный период, где мы вычитывали роли, примеряли на себя фразы. Язык такой необычный, непривычный для меня, например, то, как разговаривает Василий. Поэтому это был тоже такой процесс выживания, непросто был. Отметим, что трупа актеров набрана в два состава. Например, героиню Раису Захаровну будут играть Виолетта Воеводина и Наталья Ким. С одной стороны, это было понятно, потому что больше на какую роль я не подхожу. Ну и все сразу сказали, это только Раиса Захаровна. Но с другой стороны, это, конечно, большая ответственность и стало страшно. Как это, где Горченко, а где я. Подготовка к спектаклю шла на протяжении трех месяцев. Зрители ждали долгожданную премьеру с нетерпением. Многие из них приехали с букетами, чтобы поддержать своих друзей и близких. Я тоже переживаю, потому что очень, наверное, долго шли, они к этому. И, наверное, тоже волнуются, но мы за них болеем. Мы рады за то, что они стали народным театром, как бы их Звенятский поддерживает. Вот, поэтому мы надеемся, что и дальше у нас. У нас же когда-то был театр в этом ДК, еще в годы моего, наверное, детства. И то, что вот как бы возрождение идет, мы рады за город. Также на спектакле в качестве зрителей были и артисты Народного театра города Артем. Они приехали поздравить своих коллег с премьерой. Ну, я знаю, что каждый раз, когда ставится, берется в работу инкранизация какая-то, какого-то фильма, делается все для того, чтобы это была совершенно другая история. Потому что фильм – это одно, где играют замечательные артисты, а театральная постановка – это другое. Здесь люди передают эмоции другие, которые более приемлемы и понятны для зрителя, сидящего в зале. Комедия «Любовь и голуби», конечно же, не могла обойтись без голубей. Коллектив студии «Танца Вознесения» на протяжении всего спектакля исполнял невероятные номера в образе этих птиц. Также были использованы декорации из бумаги, которые дополняли настроение деревенского бытия. «Любовь и голуби» – всенародно любимая комедия, где каждая сцена пропитана иронией, добротой и легкостью. Поэтому премьера Народного театра в «Партизанске» – знаковое событие, которое нельзя было оставить без внимания. Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.